Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией, как вы знаете, были предусмотрены стимулирующие выводы. Для этого направили дополнительные ресурсы регионам. Кроме того, мы установили специальные прямые федеральные доплаты для тех врачей, медсестер, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Коллеги в правительстве в регионах занимались отладкой этого принципиально нового механизма. Устраняли изъяны. Они были, конечно. Но делали это буквально в ручном режиме. И сейчас эта система выстроена. Так, в текущем месяце, в июне, только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников. В том числе более 71 тысячи врачей. Борьба с эпидемией продолжается. Так же, как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август. При этом, особо подчеркну, стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Такое решение уже принято. А значит, специалисты получат повышенные отпускные. Причем независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск. Здравствуйте! О событиях дня в ЕАО «Биробиджане» в программе «Новости 21». В начале выпуска коротко о главном по информации портала «Реа Биробиджан». Более 66 тысяч избирателей ЕАО уже приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Текущая явка составляет 52,5%. В четырех муниципальных районах явка превысила 50%. В Октябрьском районе 66,3%. В Смедовическом 61,66%. В Ленинском 59,6%. В Биробиджанском 55,55%. Ограничительные меры по коронавирусу продлены в Еврейской автономной области. Временно исполняющий обязанности губернатора автономии Ростислав Гольштейн подписал постановление о продлении ограничительных мер в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекцией до 12 июля включительно. Таким образом, сохраняются требования к соблюдению масочного режима, социальной дистанции, особого режима торговых заведений. На сегодняшний день в ЕАО зафиксировано более 400 случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии. Выплаты пострадавшим от града в Николаевке начнутся 30 июня. На недавнем заседании областной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решено выделить из Фонда непредвиденных расходов правительства области денежные средства на единовременные выплаты жителям ЕАО, чьи дома пострадали в результате ЧАЭС 13 июня в поселке Николаевка. Всего администрация Смедовического района ожидает более 400 заявлений от граждан, чьи дома были повреждены стихией. Список отраслей экономики, пострадавших от коронавируса, расширили в Российской Федерации. Для компаний, осуществляющих пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом, предусмотрены специальные меры поддержки. В числе мер поддержки, которыми могут пользоваться предприятия из пострадавших отраслей, отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, беспроцентные кредиты на неотложные нужды, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок. Подробные материалы читайте на портале reabir.ru, а полную картину дня смотрите в сюжетах наших коллег через несколько секунд. Смотрите в выпуске. Ответственность государства за жизнь и здоровье привлекла внимание народного избранника. Участие в голосовании по поправкам в Конституцию принял депутат Госдумы Александр Петров. Пятый розыгрыш призовых сертификатов среди участников акции «Моя Конституция. Мой выбор» состоялась 30 июня. Число участников растет, и на этот раз 86 новых видеороликов появилось на портале reabir.ru. Как пойти в лес и не потеряться? Региональные спасатели напоминают населению о правилах безопасности во время туристического похода. Депутат Государственной Думы Александр Петров принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию на одном из биробиджанских избирательных участков. По признанию народного избранника, предложенные изменения в основной закон он поддержал. Особое внимание чиновника привлекла поправка, в соответствии с которой государство несет ответственность за жизнь и здоровье граждан. Строчка, я хочу всем сказать, строчка, одна строчка, что государство несет ответственность за жизнь и здоровье граждан. Примерно в федеральном бюджете дополнительно нам нужно будет найти около триллиона рублей на изменения в здравоохранении. Представляете, какие серьезные изменения во многих социальных вопросах нам предстоят. По состоянию на утро 30 июня в регионе проголосовали более 66 тысяч избирателей. Средняя явка по региону превысила 52%. Напомним, избирательные участки продолжают прием голосующих. Ежедневно они открыты с 8 утра до 8 вечера, до 1 июля включительно. Алена Шот, Павел Славин, Новости 21. Пятый розыгрыш призовых сертификатов среди участников акции «Моя конституция, мой выбор» состоялся 30 июня. Число участников растет и на этот раз 86 новых видеороликов появилось на портале reabir.ru. Вновь самые активные участники в Биробиджане, откуда на портал поступило 24 ролика. Но теперь активность проявили и районы. Ленинский, например, прислал 19 видео. И вновь генератор случайных чисел определил 6 счастливчиков, которые получают сертификат на 15 тысяч рублей. Я хочу сказать, что все было максимально прозрачно, максимально честно. И призвать наших жителей, то есть автономной области, активно принимать участие как в голосовании по Конституции Российской Федерации, по правам Конституции, так и в таком замечательном конкурсе, который позволяет не просто поучаствовать, а еще и выиграть достойный приз. Марина Калинина из Биробиджанского района побеждала и раньше, но такая победа греет вдвойне. Конечно, я люблю участвовать в различных конкурсах, но в конкурсе подобного плана, конечно, я участвую впервые. Но я участвую в конкурсах своих детей, мы участвуем в школьных конкурсах, в конкурсах в детском саду, поэтому мы такие любители. Акция «Моя Конституция. Мой выбор» продлится до 1 июля включительно. Каждый день в 10 утра в прямом эфире на сайте reabir.ru проходит розыгрыш шести денежных призов среди участников, приславших свои видео накануне. А 2 июля состоится розыгрыш среди всех участников трех суперпризов номиналом 50, 75 и 125 тысяч рублей. Вячеслав Пасманик, Павел Славин, Новости 21. О правилах безопасности во время туристического похода напомнили представители регионального МЧС. Согласно статистике, предъявляемой подразделением, почти 30 поисков потерявшихся людей прошли в прошлом году и уже 5 в этом. Поэтому тургруппам рекомендуется поддерживать связь с сотрудниками МЧС, предварительно сообщив о предстоящем выходе на природу. Для успешного похода рекомендуется за 10 дней на сайте главного управления зарегистрировать вашу группу. Для этого нужно сообщить маршрут группы, количество участников, контактные телефоны, цели. И таким образом оперативный дежурный главного управления возьмет на контроль ваше передвижение. Не собирать грибы и дикоросы в темное время, посещать знакомые места, иметь запасы продуктов и медикаментов, сообщить родным о конечном маршруте, иметь при себе средства связи. Соблюдение простых и элементарных правил поможет избежать опасности. По возвращении с маршрута туристы группы обязаны сообщить об этом по телефону 4-12-00. Алена Шот, Новости 21. Смотрите далее. Для простоты и удобства передвижные избирательные комиссии работают в ЯО. Подготовка продолжается в связи с ограничительными мероприятиями в области. Первый этап традиционных игр «Атаманец» перенесен на ноябрь. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Хорошее воспитание, выправка и подготовка к выставкам. Клуб служебного собаководства при зоо-центре «Агат» приглашает вас и ваших питомцев стать частью большой семьи. Для вас дрессировка, услуги грумера, хендлера, а также зоотовары. «Агат». 40 лет. Победы 6. Продолжение следует... Чем порадовать себя и близких? Подскажет «Зеленая лавка». Свежая зелень и овощи, экзотические фрукты, ароматные специи и орехи из разных стран. А еще соки и сладости к вашему столу. «Зеленая лавка». Димитра 18. В корзинке акция. Цена на ребрышки свиные. Набор для борща 99 рублей за килограмм. На бедро цыпленка производителя «Здоровая фирма» 135 рублей за килограмм. Следите за ценами на сайте корзинка.близко.ру. Сеть магазинов «Корзинка». Купить легко, шагать недалеко. Большой юбилейный розыгрыш в магазинах «Санвэй». Нам 25 лет. Вам 25 подарков. Совершай покупку продукции «Проктер энд Гэмбл» на сумму от 399 рублей и участвуй в розыгрыше призов. Почему вы выбираете «Флагман Амур»? Очень удобно. Посылки приходят точно в срок. С этой компанией я уверен в сохранности груза. Я сижу с ребенком, и поэтому это удобно, что могут прийти и забрать посылку прямо из дома и доставить по нужному адресу. «Флагман Амур». Быстро. Надежно. По всей России. Компания «Норд». Большой выбор моющих и дезинфицирующих средств, в том числе для бассейнов. Решение проблем при обслуживании бассейнов. Высокоэффективные препараты для обработки и обеззараживания воды и поверхностей. «Норд». Здание фабрики «Элегант». То, что создано природой, мы собираем до капли, бережно перевозим и превращаем в ваши любимые продукты. Сохраняя всю пользу молока. Знак Благовещенского молочного комбината. Знак стопроцентного качества. Ищите на упаковках. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Нужен качественный ремонт? Обращайся в салон «Твое окно». «Твое окно» – это установка окон, жалюзи, натяжных потолков и комплексный ремонт помещений. Салон «Твое окно». Улица Шалом-Алейхима, 31. Бабуля с дедушкой вдвоем решили, мы к врачу пойдем. А в поликлинике дедули объясняют, сейчас врачи почти не принимают. Но в МДЦ решат проблему эту. Здесь консультируют онлайн, по интернету. И вот разлив по кружкам чай, кричит дедуля «Ноутбук включай». Записывайтесь на онлайн-консультации специалистов МДЦ на сайте mdcdefisyao.ru Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Раз, два, три, четыре, пять. Учимся онлайн читать. Ментальная арифметика с «Хэппи Кидс». С нами ваш ребенок овладеет математикой и разовьет логику. Концентрацию, рациональность, память и воображение, не выходя из дома. Школа ментальной арифметики «Хэппи Кидс» идет к вам в 707-50. Фирменное сахарное печенье «Биробиджан» в сети магазинов «Корзинка». Вкусное, свежее, собственного производства. Печенье сахарное, топленое молоко, юбилейное к вашему чайпитию. «Корзинка». Купить легко, шагать недалеко. Передвижные избирательные комиссии продолжают работать на территории ЕО для удобства жителей автономии. Представляют они из себя автомобиль или автобус, которые объезжают весь закрепленный за ними участок. Особенно это актуально для избирателей, проживающих далеко от участковых избирательных комиссий. В этом году опять переехали мы на стадион «Дружба». Поэтому это очень далеко для многих, для поселка «Партизанский», для улиц Туркменская, коллективная, кооперативная. Поэтому мы приняли такое решение, территориальная комиссия нам помогли в том, что мы приезжаем в определенное место, и там люди приходят голосовать. При этом проголосовать на них может любой житель области, вне зависимости от того, где прописан и за каким участком закреплен. Главное, чтобы он не голосовал до этого. В таком случае члены комиссии согласуют факт волеизъявления в той комиссии, к которой приписан избиратель. Кроме того, работают на территории области и выездные избирательные комиссии, которые поадресно обходят избирателей, предварительно подавших соответствующее заявление. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Историческая православная викторина и спортивные упражнения. В автономии продолжается подготовка к ежегодным играм «Атаманец». Первый этап соревнований должен был состояться уже в июле, но в связи с запретом на проведение культурно-массовых мероприятий, игры пришлось перенести. Об особенностях казачьих игр рассказали в эфире «Авторадио Биробиджан». Руководитель проекта «Атаманец-2020-2021» казачки Валентина Локтева и Анна Еренкова. Наши дети, это наше будущее, они должны развиваться, и это им дает толчок для развития. То есть они готовятся, да, по домам, но самое большое мероприятие – это соревновательный этап, где они показывают всю свою смекалку, свою удаль, казачье мастерство. Первый этап – образовательный, планируется запустить в ноябре. В нем ребятам предстоит проявить свои умственные способности и познания в истории казачества. Соревновательный этап планируется на июль следующего года, поэтому у команд появится больше времени на подготовку и отработку своих программ. После первых игр дети сказали, именно дети сказали, что им это нужно. Мы уже поняли, что, знаете, когда идет инициатива уже от самих детей, понимают взрослые уже, что им никуда не деться. Полную запись эфира с Валентиной Локтевой и Анной Яренковой на авторадио Биробиджан смотрите на сайте reabir.ru. Игорь Сукачев, Богдан Патрин, Новости 21. Открыт любой избирательный участок. Полномочия, которыми наделила Общественная палата России, владыку Ефрема позволяют ему быть наблюдателем в любом населенном пункте и на всех участках для голосования. Сам архиепископ называет свою нынешнюю миссию уникальной. У меня есть соответствующий документ, который дает право в любом населенном пункте, на любом участке для голосования совершить процесс общественного наблюдения. И вот шестой и седьмой участок города Биробиджана, это первые пункты моего посещения в этом качестве. Видно, что здесь безупречно соблюдены все требования санитарно-эпидемиологические. Нет никакого опасения в том, что людей здесь подстерегает какая-либо опасность. Наблюдатель от Общественной палаты внимательно отследил процедуру проведения голосования и высоко оценил готовность участков к приему избирателей. Владыка отметил огромный труд, проделанный комиссиями и волонтерами при подготовке и проведении голосования. Это должно найти отзыв в сердцах людей, жителей города Биробиджана. Нужно проявить ответственность и социальную, и свой гражданский долг памятовать. А самое главное, каждый человек должен помнить о том, что о нем проявлена максимальная забота, и все здесь сделано для того, чтобы каждый свои законные права смог реализовать. Голосование по поправкам в Конституцию в ЯО идет не только на избирательных участках. Более 60% избирателей выбрали для себя голосование на дому, предприятиях или на придомовых территориях. Всего за пять дней голосования участие в флювисците приняли 66 тысяч жителей области. Это более половины от всех избирателей, внесенных в списки для голосования. Вячеслав Пасманик, Константин Земляникин, Павел Славин. Новости 21. Залитые подходы к дому, разрушающийся фундамент и долгое ожидание решения вопроса с отводом дождевых вод. Вот чем омрачено соседство жителей дома по улице Миллера с ямой на прилегающей дороге и неисправной ливневкой. О проблеме знают в мэрии, поднималась она и перед депутатом Гордумы, представляющим 14-й избирательный округ. С наболевшим вопросом жители дома обратились к депутату областного законодательного собрания Елизавете Славиной в ходе личного приема в общественной приемной «Единой России». Вся вода, в любую там две минуты идет дождь, у нас полный двор, не пройти, не проехать. Елизавета Славина взяла на контроль обращение горожан. На ситуацию обращено внимание городских властей, управляющей компанией. Предлагались сложные технические решения, требующие солидных средств и времени. Очистка колодца помогла частично решить проблему. Если колодец будут чистить, то проблема может самоустраниться, может быть ее и нет. Может быть действительно в заильности или в загрязненности проблема на самом деле. Встречалась с жителями этого дома, и они отмечают то, что невзирая на очень сильный дождь, который прошел не так давно, вода ушла. Это значит, что почистили колодец. Окончательную точку в этом деле еще предстоит поставить. Елизавета Славина заверила, что не оставит без внимания проблему и ждет более активной работы мэрии и коммунальщиков. Игорь Сукачев, Новости 21. Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Вице-премьер, не скрывая своего выбора, заявил, что всецело поддерживает поправки, отметив наиболее важные для него лично. Я, наверное, могу больше говорить о том, что наиболее близко мне. Конечно, это территориальная целостность нашей страны. Конечно, это пункты, связанные с приоритетом российского права над международным. Отметил Юрий Трутнев и важность сохранения семьи в ее традиционном виде. Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Отдать свой голос в ЕАО можно как на территориальных избирательных участках, так и в наездных комиссиях. Андрей Кирюшин, Новости 21. Смотрите программу Новости 21 в прямом эфире в 19.00 на сайте reabir.ru и ежедневно в 19.00 и 21.00 на телеканале НТК-21. С вами был Игорь Сукачев. Всем хорошего настроения и будьте здоровы. До встречи. Новости 21.00 Коротко о погоде в ЯО на среду 1 июля. В облучье будет преимущественно солнечно. Столбик термометра днем поднимется до плюс 27 градусов. К вечеру около 16 градусов выше нуля. Вечером возможен небольшой дождь с грозой. Ожидается северо-западный ветер до 9 метров в секунду. Во Мурзете солнечно. До плюс 28 градусов днем и плюс 16 ночью. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Жителям Ленинского района метеорологи прогнозируют небольшой дождь с грозой во второй половине дня. Дневная температура воздуха здесь около 27 градусов выше нуля. Вечером до плюс 16. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В поселке Смедович в среду также ожидается дождь с грозой. В светлое время суток температура воздуха около 27 градусов со знаком «плюс». Вечером плюс 15. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В столице региона в первой половине дня солнечно. Ближе к вечеру возможен дождь. Днем до плюс 27 градусов. Вечером около 15 градусов выше нуля. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. С вами была Ульяна Наумец. Желаю вам солнечного лета и хорошей погоды. Здравствуйте с новостями бизнеса. Вячеслав Позборин. Утром с бодрящим кофе, в обед со стаканом сока или молока и к вечернему чаю всегда подойдет. Свежая выпечка из супермаркета «Шан» в торговом центре «Бера-Сити» на Советской 50. Сохранив лучшие пекарские традиции из различных видов теста, каждый день изготавливается широкий ассортимент кондитерских изделий. Бисквитные с прослойкой, с различными начинками и пропитками. Пироги, рулеты, торты, кексы, пирожные, печенья. Ммм, а разве может быть что-то слаще восточных сладостей? Каждый день супермаркет «Шан» выпекает аппетитные сосиски в тесте, пирожки с различными начинками и сочную пиццу, а еще булочки с заварным кремом и шоколадом, круассаны и эклеры. Кроме того, в супермаркетах «Шан» пенсионер «Бридер» представлена свежая и вкусная выпечка собственного производства. Французские булочки с творогом и изюмом, трубочки с ветчиной с сыром, рулетики с мясом хачапури и самса. Не отказывайте себе в удовольствии попробовать свежую выпечку в супермаркете «Шан» на Советской 50 в торговом центре «Беросити». Большое разнообразие вкуснейших, ароматных, натуральных витаминов со всего мира. Магазин «Зеленая лавка» продолжает удивлять покупателей внушительным ассортиментом овощей, фруктов и ягод. Сегодня биробиджанцам доступны сочные свежие ягоды. Голубика, малина, физалис и клубника в наличии дыни и арбузы. Широкий выбор пряных трав и зелени – отличный набор для поддержки здоровья в этот непростой период. Разумеется, новый режим внес свои коррективы в свободное посещение гражданами торговых точек. Магазин «Зеленая лавка» предлагает покупателям позвонить по номеру телефона, выбрать товар и заказать доставку на дом. В нашем магазине действует доставка по городу от тысячи рублей бесплатно. Так что звоните в любое время и мы для своих покупателей привезем, доставим. Орехи, сухофрукты, восточные сладости, экзотические фрукты, тепличные огурцы, помидоры самых разных сортов, пряности и даже соленья. Магазин «Зеленая лавка» продолжает пополнять свой ассортимент для того, чтобы жители города и области смогли насладиться натуральной продукцией и попробовать новое лакомство, прибывшее в Биробиджан из разных уголков земного шара. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21. Биробиджанский трикотаж «Виктория». Новинки для ваших детей. Трикотаж для мужчин, футболки, джемперы. Каждый месяц новая коллекция женской домашней одежды. Постоянные скидки и акции каждую неделю в магазине и на сайте. Ждем вас в фирменных магазинах «Виктория». Биробиджан. Выбор за тобой. В магазине «Стройка». Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Лотос ЦИ, ЭКГ, Холтер, УЗИ всех органов, массаж, прием опытных специалистов. Весь спектр лабораторной диагностики. Лечебный диагностический центр «Лотос ЦИ». Комсомольская, 2. Звони и записывайся 701-75. Электрика и сантехника в магазине «Электромир» на Держинского, 13. Канализация, электросчетчики, короба, смесители, вентиляция. В общем, все, что нужно. «Электромир» Держинского, 13. Вас разделяют расстояния. И вот уж не хватает слов. Отправьте тихое признание на чутких лепестках цветов. Цветочный салон «Вероника». Доставка букетов по России и за рубеж. Телефон 75105. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Измени свой интерьер полностью с компанией «Пластик Плюс». Мы делаем все. От окон и мебели по индивидуальным заказам до натяжных потолков и жалюзи. «Пластик Плюс». Лови скидку 35. Звони 22-1-55. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Все рвутся на Советскую 50, ведь специально для вас. Хезбургер открыл окно выточи заказов. Бургер, снеки и десерты. Хезбургер, торговый центр «Двера Сити». Звони и заказывай. 8-964-479-37-76. Налетай на горячее. Бабуля с дедушкой вдвоем решили, мы к врачу пойдем. А в поликлинике дедули объясняют, сейчас врачи почти не принимают. Но в МДЦ решат проблему эту. Здесь консультируют онлайн, по интернету. И вот разлив по кружкам чай, кричит дедуля. Ноутбук включай! Записывайтесь на онлайн-консультации специалистов МДЦ на сайте mdcdefisyao.ru. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Вкусно, натурально, по-домашнему. Молочная продукция «Данчо Чиз». Сливки, творог, топленое и сливочное масло, йогурт, кефир и десятки видов сыра. Хотите попробовать? Ищите «Данчо Чиз» в магазинах ЯО. В Корзинке акция. Цена на сыр Хохланд 101 рубль за 200 грамм. На мороженое пломбир «Мишка» производители «Эскимос» 29 рублей за штуку. Следите за ценами на сайте korzinka.blisko.ru. Сеть магазинов Корзинка. Купить слегка, шагать недалеко. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Надоели тусклые цвета? Хочется изменить интерьер, но не хватает средств? Онлайн-студия ProDom. Революционное решение. Мы изготавливаем на заказ любую мебель. Меняем кухонные фасады, красим бытовую технику. В общем, меняем ваш серый интерьер. ProDom. Школьная 11. Урожай. Круглый год. Заказывайте теплицы на Школьной 11. Цельносварной металлокаркас. Повышенная прочность. Любые размеры. Телефон 2-22-89. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Собрались приготовить шашлык за мясом в магазин «Хуторок». Охлажденная мясная продукция, копченая, колбасы, сало, а еще пельмени и вареники ручной лепки. Сеть мясных магазинов «Хуторок». Пионерская 75 и широкая 4, корпус 1.